Девушки отдыхают И не подумайте, что это он фантазирует У Миши как раз момент полных переживаний Его очаровательный, смышленый, веселый и активный сын Ваня Считает, что где-то рядом Бэтмен Действительно, есть такая проблема Я ранее не обращал на нее внимания, так как Ванька был в садике Но где-то примерно с 5-летнего возраста он действительно проникся супергероями Для него Бэтмен, Супермен, Человек-паук, Железный Человек Это образец, и он хотел бы быть ими И Ванька, возомнив, что он Бэтмен Во-первых, спасает мир Ну, сейчас школу летает по ней Иногда отхватывая от старшеклассников Да и дома тоже он порой немного переходит определенную грань Я раньше не реагировал на это, так как думал, ну он маленький Но сейчас, когда он стал повзрослее, я бы все-таки хотел услышать совет Как мне быть в этой ситуации Но тут нам понадобится не только помощь психолога Но и секреты воспитания фантазеров, которые есть уже у опытных родителей И поэтому я с удовольствием представляю моих сегодняшних гостей Это мамы Даши Трегубовой, Жени Клопотенко и Юли Шелучко Которые вместе со своими детками пришли ко мне сегодня в гости Надюш, неужели действительно вот эти детские фантазии Имеют такое значение для будущего ребенка? Это очень важно Фантазии у ребенка возникают где-то в 3-4 года До этого ребенок все брал для него, все материальный мир А тут он начинает фантазировать Он вдруг знакомится с миром образов И это впоследствии будет творчество, креативность Которое в наш век так важно Этот период где-то с 4 до 10 лет Когда закладывается фундамент этого творчества И здесь тоже важно понимать, что это не лгуны Ничего страшного в этом нет Это естественный процесс Чем отличается лгун от фантазер? Потому что лгун заведомо искажает факты, чтобы какую-то выгоду получить Фантазер нет, у него выгоды никакой явной нет Но за фантазиями всегда есть история, всегда есть потребность То есть за фантазиями мы можем понять, а что такое с нашим ребенком там внутри происходит Чего ему сейчас не хватает Но если за фантазиями ребенка скрываются какие-то его потребности Или таланты, которые нужно развить Или может быть он нуждается в защите Боже, сколько может быть вариантов И поэтому у нас сегодня такие разные мамы С такими разными, но прекрасными детьми И таким образом нам удастся рассмотреть три разные ситуации фантазирования Мы будем вспоминать детство наших экспертов А мамы скажут, как они справились с этой ситуацией С кого начнем? С какой ситуации? Я выбрала три самых известных нам таких типов фантазирования Будь ласка, Елена Звичайно, Женя взрослал, как и много детей фантазировал, что-то выгадывал И я сейчас, Женечка, пригодаю, может, ты не помнишь? Така была одна история Так, я думаю, все нормально, мамы все будет С чего все и начиналось Особливо мне было очень прикро после того, потому что Женю запросили в гости на день народжения До девчинки, его ровесницы Ему на тот момент было где-то около семи, скажем Він пішел, а потом, когда в вечеринке пішли его забирать То мама цієї девчинки-именинницы сидела уже с Валерианкой в обнимочку А это неправда Ну я, конечно, тоже взлякалась Сталося так, что когда она запросила детей до стола То Женю Сиви сказала, вы знаете, а тут цукру ни в каких продуктах нет, потому что мне не можно есть цукор Я могу даже от этого померти А ты помнишь это? Нет Такого не было Семь лет Мама все придумала, это неправда Он не помнит, потому что его напалили Валерианкой на том день рождения Просто я знаю, как на суде надо сказать Я ничего не знаю, такого не было, это неправда Були еще такие случаи, потому что дети все фантазуют Женечка занимался спортом И пришел как-то после тренировки И говорит, мама, ты знаешь, меня сегодня тренер очень побил Та шо Я, конечно, злякалась Наступного разу я пошла до тренера Зъясовалася, что те сенцы, которые в Жене там на ногах, на руках А сенцы были Да, он их получил в час тренировки И после этого мы уже зъясовали, что нужно принимать какие-то меры доски серьезные Просто нужно было лупить Ну как бы оно помогало, Юля Я то знаю, что когда лупцювать, то оно не всегда на користь идет И поэтому я запропонувала такой принцип Давай поскаржимся Когда повторялись эти сенцы, когда эти какие-то фантазии были такие, которые уже начали меня очень сильно турбовать Мы сели писать листы до директора этой спортивной школы И поступово все записывали Потом говорю, Женечка, а что же было дальше? И Женя, знаете, начался как-то злякаться Потом только после этого З'ясовалось, что это все было неправда Что это были его выгадки Первый тип – это когда детки так придумывают такие невероятные истории о своей, казалось бы, жизни, что их называют лагунами Да? Да неправда Шека И после того, как, естественно, его все креативные идеи, все мы поддерживали Но я ему говорила, Женечка, бери альбом, зошит, записывай, что-то малюй Для того, чтобы мы уже могли понимать, что и так далее с тобой Душа моя, радость моя, общаться Записывай, что ты набрыхал, чтобы потом, ну, показания не меняться Это я так и рублю В рисунки, в какие-то истории такие сказочные преобразовывали Это очень здоровский способ для таких деток Но вот устраивать для такого ребенка допрос с пристрастием А это правда такое было А давай мы про это подробно все опишем Тут оно может сыграть злую шутку Потому что ребенок может за этим услышать такое послание, что А мне не доверяют Он может закрыться Фантазии маме уже не рассказывать Но он же не перестанет фантазировать Во что это превратится? Где эти фантазии будут проливаться, неизвестно Это намного опаснее Но судя по тому, что Женя свои фантазии теперь прекрасно реализовывает Например, старается вообще изменить культуру питания в стране Значит, мама все-таки правильное направление дала Очень часто так детки себя ведут, когда им очень важно Родителям показать, вот я есть Взять их внимание или получить какую-то поддержку И тут тоже важно просто удовлетворить эту потребность Взять себе, например, прям правило Во время того, когда расспрашиваем у ребенка А что там у тебя случилось Не делать это механически А правда это время ему так по-настоящему уделить Интересуясь, что у него было в течение дня И в этом есть послание Что даже какие-то маленькие шаги в течение дня Они для меня важны Тебе не нужно придумывать сумасшедшую какую-то историю А, и тогда просто не наступит момент Когда он выдумает что-то, что будет похоже на ложь Потому что этот интерес к себе он будет испытывать постоянно Совершенно верно, да Прекрасно, но я думаю, что это еще не случай Ванечке У Вани внимания достаточно А что касается Жени, то благодаря откровенности твоей мамы Ты получаешь сегодня подарок Какой подарок? Это исследование на детекторе лжи Чтобы мы поняли, где ты даешь правду, а где нет Стой, стой, стой Я это надеюсь Это нос, если что Это нос Пиноккио? Да Так я же не врал, я же просто Привильнул чуть-чуть Ну и о Пиноккио тоже Он фактически тоже фантазировал Молодец, тебе очень к лицу Теперь мы знаем, что нужно делать и как реагировать Если ребенок фантазирует настолько, что его считают лгуном Идем дальше Меня зовут Татьяна Шелудько Я мама Юлии Шелудько Дочка была очень большой фантазеркой В ее комнату, когда войдешь Куча всяких коробочек Там коробок Из этого всего она делала какие-то замки, дворцы В этих замках жили принцессы ее Принцы И принцы Фантазеркой она была в детстве И сейчас она такой же и осталась Ее куклы ездили на бал Она им делала там какие-то прически И вот в таком мире в свое время жила Юлечка Шелудько А почему жила? СМЕХ Так как Юля у нас девочка высокая была довольно таки Мы ее отдали в 6 лет в школу, потому что Мама говорила, как есть Я была крупна И мама переживала, что я буду вырезнять Это по принципу роста отдали ребенка в школу В 6 лет В 3-й класс СМЕХ Все было хорошо до тех пор, пока не пришлось делать уроки Она еще ребенок Она совсем не хочет делать домашнее А, рано пошли в школу Домашнее задание Возникли проблемы Ну как я могу делать уроки, если за моей куклой сейчас заедет фея И мы должны ехать на бал Я согласна с Юлей, это причины Второй тип Это такие дети, которые создают свой мир Вот вы сейчас, наверное, все знают таких деток Когда заходишь к ним в комнату И там уже не комната, а космический корабль Кресло превращается во дворец Это такие дети, которые создают свой собственный мир И все бы было хорошо, но им не очень интересно учиться Вам Ваня звонил? Ты уже узнаешь картину, да? И я уверена, даже если мама пришла и сказала мне А, смотри, два, три Ну может это на раз, может на два Но все равно надо каждый раз что-то интересное придумывать Поэтому я начала использовать такой подход Все превращать в игру Математика у нас была в форме игры У нас были принцессы, которые ехали в одно королевство Я говорила, ну смотри, доча, три принцессы поехали в одно королевство Две в другое, а пять в третье Сколько принцесс поехало вместе? Это было проще, чем из пункта А в пункт Б Тот способ, который вы предложили, это самый лучший для таких деток Когда мы фантазии их используем для того, чтобы они начали учиться Мы как будто тогда взрослые прокладываем мостик такой из мира их фантазий в мир реальный И через игру их приглашаем уже к урокам математики Она как-то переключилась уже на нормальные занятия И довольно таки успешно вот те ранние наши игры Переросли в действительно серьезную ее подготовку И английский язык, и математика у нее пошла Я даже не радовалась, что она так и делала Спасибо, Татьяна Еще одна отличительная черта таких деток Им так хорошо в своем мире, что в отношении с другими детками им как-то не очень интересно Они не очень устраивают контакты с другими детьми Может быть сложность, потому что вовремя ребенок не научился общаться А потом во взрослом возрасте он не знает как Это если вот река фантазии существует, то родители создают берега Куда же эту реку направить? Как же использовать фантазию ребенка, чтобы она начала учиться? В принципе, я пробовал применить что-то подобное Я ему предложил написать свой сценарий Потому что когда он мне каждый день приходил и рассказывал, что Бэтмен вот это сделал Бэтмен это сделал Такой мини-отчет ежедневный Первые несколько месяцев жизнь Бэтмена все-таки была для меня интересна Потом я понял, что, наверное, уже стоит мне начать Бэтмену рассказывать, как прошел мой день Я говорю, Ванюш, а давай писать книгу Таким способом мы немножко развили написание То есть ему стало интересно, он начал писать Кстати, что может означать вот такого рода фантазия ребенка Помимо того, что ему просто неинтересно учиться? Чего, может быть, ему в жизни не хватает? Это может значить, что ему недостаточно внимания И он старается привлечь его к себе любым способом И это такой важный сигнал Ему важна искренняя заинтересованность сейчас И настоящая поддержка от родителей Это детки, которым важно выходить в мир Ну вот этот путь, эту дорожку должны дать родители И здесь немаловажно, наверное, в какой среде общается и существует ребенок помимо семьи Ведь если родители ему помогают, а в детском саду или школе Воспитатели и учителя абсолютно не реагируют Или по-другому реагируют на фантазии ребенка Это будет сложно И может быть, родителям стоит оповестить как-то Или объяснить учителям, что ребенок склонен к фантазиям И вместе понять, как реагировать на это Ну, бесспорно, это очень важно, чтобы мы с учителями Или с воспитателями были заодно И чтобы учителя вообще были в курсе Какую я выбираю стратегию для того, чтобы с этими фантазиями как-то быть? Более того, современная педагогика и привносит игру в обучение Так как где есть эмоции, это запоминается лучше И в младших классах сейчас поддерживается этот принцип Обучаемся, играя, это тренд И, в общем-то, как правило, и учителя, и воспитатели идут на встречу родителя И помогают этого ребенка провести по этому пути То есть, я так понимаю, это не навязчивая идея, это нормально Это абсолютная норма Вопрос только в том, чтобы как родители я понимал, куда мне ребенка Каким образом сделать ему такие берега для его прекрасной реки фантазии И, как вы понимаете, сейчас будет подарок для Юли Могу свой отдать Ты к вам Эээ, так нечестно Прекрасная Даша Трегубова со своей мамой Ириной Спасибо, что вы пришли И это третья ситуация Я в детстве была феей Мне всегда казалось, что у героя должна быть какая-то еще функциональная особенность Я, конечно, могла исполнять желание летать И об этом подробнее, я думаю, расскажет моя мама Потому что я как-то полетала у нас с дерева под домом Ой-ой-ой Так, Ирина, пожалуйста, расскажите, как это было Я сама фантазерка и очень люблю фантазеров Это люди очень творческие, очень интересные в любом возрасте Но когда они летают Да что ж там у вас случилось? Этого я не ожидала Даша Трегубова летала Летала и плохо приземлялась Ой-ой-ой А вот Мама, два раза было Давайте по порядку Откуда-куда летела? Она летела с дивана на пол А, фу Я же себе представила какие-то этажи Нет, нет, нет Какой вид детских фантазий у нас? Это вид детских фантазий, когда ребенок воображает себя героем И думает, что он этот герой Девочки обычно это принцессы Или какие-нибудь русалочки Мальчики это супергерои, как в вашем случае Это вот третий тип фантазеров Я решила, что мы немножко вернемся к реальности Не резко, допустим, вот методом понарошку Даша отправлялась в страну фей Я говорю, мы как будто отправляемся Или вообрази себе, что ты вот сейчас будешь У нас там было много голубей И вот она их всех кормила И вот как будто сейчас голуби тебя Не ты полетишь, а голуби тебя понесут в эту страну Потому что все-таки второй этаж ей казалось низко Вдруг она могла и полететь за голубями Но мне еще кажется, что здесь Вот я сейчас уже во взрослом возрасте понимаю Дело в том, что у меня в детстве было всегда очень много общения Много друзей, подруг Я в детском саду всегда была главной ведущей Я вела для младшегруппников все праздники Фея ведущая Я была феей ведущей Я им показывала сказки Но у меня мама уезжала на работу на север на два года И вот у меня эта история с феей появилась видимо тогда, когда рядом не было мамы Мне очень хотелось к ней полететь Вот я сейчас это понимаю А сколько тебе тогда было лет? Ну четыре или пять лет Итак, метод понарошку по отношению к феи Метод понарошку Хороший рабочий метод Говорить деткам Понарошку Детки же понимают, что игра, да? Понарошку Это как будто бы Или все детки хорошо реагируют на стоп игра Они так О, да Это такая известная остановка в игре, которую можно использовать Но это не убирает саму причины Как правило, причиной здесь может быть недостаток общения Посмотреть, достаточно ли общения со сверстниками И тогда, может быть, больше к себе приглашать друзей, комовьёв и так далее Придумать какие-то командные игры Купить какую-то коллективную игру Возможно, там хороший двор, где есть хорошая компания деток, с которыми хорошо будет играть Чтобы было общение между детьми Тогда, может быть, и воображаемые друзья, и воображаемый образ будет не столь актуален И будет только в рамках игры, которая, можно сказать, стоп игра Мне нужно было собрать всех подружек и идти к какой-то большой компании И вот мне этот образ, когда я стою, а тут ещё толпа малышни, и я им что-то вещаю Вот это был мой идеальный детский образ Ну и при этом мы помним, что когда ребёнок играет в какого-либо персонажа И мы можем посмотреть, а что этот за персонаж? Что у него за главное такое качество? А как же его переключить, если персонаж слегка годливенький? Бэтмен, которым он действительно болеет, не совсем хороший мальчик И у него есть нюансы, и хочется, чтобы он на другого кого-то переключился И тут тоже важно понимать, тоже за этим есть какая-то потребность Может быть два варианта Один, что ребёнок не знает, а как же ему вообще агрессивно в жизни реагировать Ну, то есть агрессия же чувство, ну, реальное, но нормально его испытывать Но я не знаю, каким образом я вот социально могу его выразить И тогда я придумаю героя, который знает, как ему всё можно Это первый вариант? Или же бывает так, что такой ребёнок где-то был свидетелем насилия Он не знает, как с этим быть и выражает это в форме такого героя? Наверное, скорее первый вариант, потому что насилия в нашем доме нет Возможно, у нас бывают какие-то там недопонимания друг друга, но при детях этого не бывает Возможно, он это насилие видел по телевизору Потому что у нас круглые сутки, везде, всегда и даже уже в мультиках это боевики Что покажут по телевизору уже в следующую секунду, неизвестно Психика ещё не сформирована, ещё нет тех фильтров, которые пропустят нужную информацию Ребёнок впитывает всё как губка, а как ему с этим быть потом? Что здесь можно делать, если уж такая агрессия? Меняться местами, он поиграл злого героя, хорошо, а давай теперь поменяемся Я буду злым, а ты будешь добрым, как ты можешь со мной тогда быть? Как ты меня добром своим будешь побеждать? И это создаёт тогда баланс между добром и злом внутри ребёнка, внутри его понимания про добро и зло Даша, конечно, заслужила за свои детские фантазии нынешнее прекрасное своё воплощение Бадарок от вас Гуру-гуру-гуру-гуру Это волшебная палочка феи СМЕХ Спасибо вам огромное за эту встречу Спасибо Действительно полезно, познавательно и интересно Спасибо Спасибо Субтитры подогнал «Симон»